Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха, и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц по 5 минут. Играем мы с вами на Ческоме. Так, и вот у нас соперник 1991 из Каталонии. И против нас пошли Е4. Ну что ж, отвечаем симметрично, Е5. Так, и что? Испанка будет, да? Так, нет. Шотландка. Ну что ж, идем в основные варианты Шотландки на К3, Сломб4, ну а это БЦ. Теперь Е5, Ферзь Е7, вариант, значит, Алапина. Здесь КД5, С4, КБ6. Так, ну, оба в курсе, скажем так, теории. Ну, здесь я обычно играю Ж6, Слонж7, вот так вот развиваюсь. Б3 здесь считается самым, по-моему, основной ход. Так, нет, КЦ3. Так, КЦ3 связано, насколько я помню, значит, если я сыграю Ж6, он играет КЕ4 и потом Слонж5. Может быть, достаточно неприятно. Можно сыграть Слонб7 и 3-0, можно и такой план избрать. Ну, давайте Слонб7 и 3-0 попробуем. Вот такой план. В принципе, такой план тоже возможен. Далее, черные тоже играют Ж6, Слонж7. Ну, где-то рвут ходом Д5. Так, ну, нет, соперник здесь что-то какую-то, если честно, муть играет. Непонятную. Здесь Ж5 сразу есть ход. Сразу же на перехват. Так, ну, и, наверное, просто 2-0. Ой, 3-0 вернее. Сейчас H5, H4. Если соперник рокирует тоже в длинную сторону, а он обязан играть в длинную сторону, ну, здесь H5. Так, все. И здесь... Что нам здесь можно сделать? Можно просто пойти, например, Слонж7. Мои фигуры сейчас войдут в игру. Можно будет заткнуть, значит, ходом Ж4 все это хозяйство. Слон сейчас пойдет, наверное, на А6, прицеливаясь к пешке С4. Так, а соперник, между прочим, делает оригинальный ход. Ну, вот не знаю, правильно или нет, здесь же H4 еще есть ход. Так, H4. Теперь слона бы вот как-нибудь вывести на F5. Ну, пока никак он не выводится, да? Так, ну, водя Е8, наверное, надо сыграть. В этот момент я получу F4, и слон у него окончательно затупится. Да. Ну, что ж, слон затупился. Возвращаемся ферзем на поле Е7. Так, ферзь Ж4. Это нападение, между прочим, на слона. Ну, ладно. Водя Ж8 пока. Создана угроза, слон бьет Е5. Так, ферзь H3. Ну, теперь пора переходить уже, видимо, в контратаку, да? Выскакиваем на B4, нападаем на C4. Пора переходить в контратаку. Слон сейчас выйдет, наверное, на поле А6. Ну, и вот остается только вывести вот этого самого красавца моего на поле G7. Так, B3. Ничего себе катает, а? А если D5 рвануть? А, D5 нет хода. D5 нет хода. Наверное, пока КБ8 тогда сыграем. И D5 вот уже следующий ход хотим сыграть. Так, а он создает угрозу, между прочим, А3. Поэтому мы играем слон А6. Так, B3. А3, ферзь C5, да? Пока вроде бы ничего не грозит, но, по крайней мере, нависают фигурки над его флангом. Так, А3, да, он играет. Ну что, ферзь C5. Там какой-то слон G1, что ли? Да, слон G1. Оригинальный соперник играет, конечно. То есть, вроде бы, непонятно, то ли атакует, то ли что делает. Ну, здесь F6. Все, надо вскрывать игру. Сейчас угрожает ладья H8. Так. Блин, как хитро играет соперник. Опять, хочет у меня просто взять. Если ладья H8, он просто берет ферзя. Так, как же его обмануть-то, а? Блин, пока и обманывать не получается никак. Что ж, какой крепкий попался соперник. Ладно. Слабостей у него много. Так, слабостей у него много, да. Если брать, значит, ладьей. Ладьей. Нет, ну, надо брать, конечно же, ладьей, наверное. Так, берем ладьей. Ну, что, я без спешки, но у него как-то король очень открыт. Просто как-то, ну, очень открыт. Так, G4. Ну, он хочет меня просто раздавить здесь. Как лепешку. Блин, а? Как же мне все это хозяйство свое защитить? Так, а если так, так, так? Ну, ладно, вот так играем. Нападаем на G4. На F4 тоже висит. Здесь ладья Е6. Играем, ладья С3 грозит. Так, и ладья С3. Ой, ладья Е3, верней. Сейчас он здесь доиграется. Так, сейчас он здесь у нас доиграется. Еще вот удар ему нанесем. Еще вот такой шаг ему дадим. Ага, запаниковал. Товарищ. Так, ну что, ладья БЦ3. Король бьет А4. Как добивать, непонятно. Поэтому бьем на С3 просто конем. Грозят куча вскрытых шагов. Так. Вот такой вот шашочек. Да, и приходится отдавать ферзя. И соперник сдается. Ну что ж, победа! Давайте разберем партию. Так, 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 так. Как это сделать? Забыл. А, давно не играл. Главное. Значит, архив партий. Ну, только вхожу в игру. Как вы видите, опять у меня на часах утро. Блицушки не записывал уже две недели. Так, получить по GN. Значит, открываем в честбейс. Так, значит, вставляем партию. Переворачиваем доску. Итак, я играл черными. Значит, смотрим быстренько. Ну, здесь это все теория у нас. Причем, так вот если мы можем по книге смотреть. Видите? Е5, ферзь Е7, ферзь Е2, конь Д5, С4, конь Б6, конь С3, конь Д2. Конь С3, да. Соперник сыграл правильно. Слон Б7. Отклицательный знак. Даже не первая линия движка, но это... Не движка, вернее, дебютные книги. Но этот вариант я еще как-то знал. Слон Б7, слон Ф4 тоже. Такое возможно. Ж5. Ж5. Есть такой ход. Ферзь Е6 нормальное считается продолжение. Ж6 и три ноля. Ну ладно, Ж5, слон Ж3. А, рокировка. Здесь играли слон Ж7. Рокировка это уже, скажем так, партия пошла по иному пути. Так, Х4 здесь соперник мог сыграть. Начинать как-то подрывать. Значит, три ноля. Х5 правильно. Х4. Слон Ж7 абсолютно верно. Так, взяли Ферзь Ж5. Король Б1. Х4 правильно. Слон Х2. И ладья Е8 я сыграл неправильно. Ф4 допустил. Значит, надо было играть С5. Хорошо. Ф4 допустили. Ладно. Ферзь Е7. Вот это вот уже точно неправильно. Видимо, все-таки здесь я как-то скукожился. Ферзь Ж4. Ладья Ж8. Так. Ферзь Х3. Ферзь Б4. Б3. Да, смотрите, как плотно играли. Король Б8. Король Б2. Ф6. Значит, здесь давало преимущество, чтобы слона вскрыть. Слон А6 не туда, а А3. Да. Простой А3. Ферзь С5. Слон Ж1. Ферзь Е7. Пришлось мне здесь... Кстати, слон Ф2 был у соперника сильный ход. Но не нашел. Взял на Х4. Значит, Ф6. Слон Д4. Да, соперник играл просто очень сильно, по-моему. Взял на Х4. С5 опять здесь был какой-то ход с преимуществом достаточно. Потому что здесь, вот видите, на Х1 у меня слон-то подвисал. Ладно, не заметили оба. Слон Б2Т6. Слон Б2Т6. Слон Б2Т6. Взял на Х6. Ж4. Ферзь Ж7. Да. То есть, позиции я с преимуществом у белых. Но я пытаюсь какую-то атаку создать малейшими силами, скажем так. Так, Вадя Е6. Ну и вот здесь вот. Ферзь А6, кстати, соперник мог сыграть. Никакой атаки уже не было. Но слон А3. Ой, Вадя Е2 шаг был мат в 5 ходов. Я же мог сразу шахануть и забрать коня. Ну ладно. Вадя Е3. Вадя С1. Конь Б4. Опять же был удар. Я же слон Б4 сделал. Ну здесь, да, уже преимущество у черных. Значит, забирать нельзя было. Конь А4. Король Б3. Конь Б4. Ферзь Ф2. Так, Ивадя Е8 просто побеждала. Но конь Д1 ничем не хуже, потому что белые остаются без материала. Ну что ж, вот такая вот получилась партия. Думаю, вам понравилось. С вами был комментатор Олег Саламаха. Если понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»